Нижний Новгород погрузился в 17 век во времена Смуты. Именно так Смута называется новая компьютерная игра, которая была представлена сегодня на берегах Волги. Посвящена она событиям 1612 года, когда российский народ объединился, чтобы выбить польских оккупантов из Москвы. Нижний тогда сыграл важнейшую роль. Стать виртуальным участником тех событий теперь может каждый. Те, кто уже попробовал, говорят, что погружение полное. Любовь Филиппова подтвердит. Кому-то веселее и проще новую игру проходить с компанией, кому-то одному. Евгений, на связи сразу с несколькими друзьями. Я постоянно что-то отправляю, они все смотрят, а это покажу, а то покажу. Не о выдуманных супергероях, а о близких нам исторических персонажах. Игра Смута основана на бестселлере Михаила Загозкина, Юрии Милославский или Русские в 1612 году. Сюжет такунает игроков в смутные времена на Руси. Нужно и выполнять разные задания, отправляясь из города в город и участвовать в сражениях. Разбойники, крестьяне, скоморохи, бояре – реальные люди тех времен. В Нижнем Новгороде, городе, где когда-то собиралось второе народное ополчение, в честь запуска игры целый праздник. Оценить ее может любой желающий. Графика красивая, ничего не могу сказать. В принципе, очень даже неплохо. Я экскурсовод, я изучаю историю города Нижнего. И вот сейчас, играя в игру, я понимаю, что она на самом деле очень здорово сделана. С точки зрения сеттинга, с точки зрения того, как все оформлено. Ну а пока одни разбираются с заданиями смуты за компьютерными креслами, другие гуляют по жившим локациям из игры. Здесь одновременно проходят фестивали исторических реконструкций. Кто-то мастерит свечи из воска. Вот можно угоститься ароматным чаем. Единственное, чего не передает виртуальная реальность, это, конечно, невероятный запах травм. Старинные ремесла, пеший иконный марш стрельцов. Все для того, чтобы окунуться в ту эпоху. Вот даже сами разработчики компьютерной игры переоделись. Почему вы так выглядите? Я подумал, что для того, чтобы прожить этот очень важный день, нужно выглядеть по-боярски. Рисуя людей и локации, аниматоры опирались и на литературные источники, и на картины русских художников. Пять разных исторических консультантов. Кто-то боевой исторический консультант за оружие, кто-то за одежду мирных жителей, кто-то за быт. То есть у каждого свое направление. Когда мне показывали какие-то модельки, я сразу говорил, что рубаха короткая, нож не на правильном боку, щит вообще не той эпохи, немедленно переделать. Но приходилось переделывать. Известный историк Клим Жуков и сам стал персонажем игры. С него срисовали проводника в отдельном обучающем модуле. Я думаю, я не такой. Лучше? Красивее? Конечно. Игра игрой о полезных знаниях игроки получают много. Герой Жукова, например, рассказывает им про архитектуру и быт Москвы 17 века. Новая игра – это еще и возможность увидеть знакомые улочки, такими, какие они были в 17 веке. Узнаются из стены Нижегородского Кремля, в те времена еще белые. И храм Рождества Иоанна Притечи, тогда деревянный, сейчас каменный. Это, кстати, и есть то самое место, где Кузьма Минин призвал нижегородцев к освобождению Москвы от польских интервентов. Ну а какие-то локации, как, например, Причал, с тех пор изменились до неузнаваемости. Только все так же течет Волга. Актуален выход игры еще и в контексте поручения, которое Владимир Путин дал на днях правительству, разработать отечественные игровые приставки и консоли. Консоль – это необходимый антрибут донесения контента. Но надо наполнить полку с видеоиграми, консоль, контентом, достойными классными играми. Поэтому пусть будет больше таких проектов, как Смута, и тогда будет абсолютно оправданное наличие консоли и так далее, и так далее. Где эту игру могут принять в мире? Я думаю, что это Китай, как ни странно, потому что у них есть интерес к российской истории. Надо попробовать китайских друзей страны Брикс, посмотреть, как пойдет. Если поет хорошо, то, конечно, надо делать Смуту 2. 40 персонажей, 110 игровых заданий. Дать свою оценку продукту российской игровой студии можно уже сейчас. Любовь Филиппова, Роман Серебренников, Первый канал, Нижний Новгород.